Реформу нужно дорабатывать. Так ответили на возможное повышение пенсионного возраста в региональном отделении российской партии пенсионеры за социальную справедливость. На сход устроенные в ее штабе пришли пенсионеры, активисты и представители общественного совета областной администрации. Потому что если ее проводить, то нужно к ней же добавить как минимум 15, а то и 20 законов по защите прав работников, по защите прав пенсионеров. По медицинскому обеспечению, по социальному обеспечению. Эти законы должны быть приняты в первую очередь, а потом уже проведение реформы. Напомним, что правительство предложило повысить возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и 63 для женщин. А средняя продолжительность жизни владимирцев сегодня составляет 64 года. Люди просто опасаются, если реформу проведут в предложенном виде, пенсии они не увидят. Предварительно это обсудили в Москве на заседании президиума 21 июня. Туда прибыли 70 человек из 60 регионов России. Первым шагом навстречу стало поручение премьер-министра Дмитрия Медведева Роструду тщательно отслеживать увольнение людей после 50 лет. Чтобы люди не были брошены, чтобы люди потом не ушли, не работали, подметали полы, торговали, потому что им нужно как бы дорабатывать до своей пенсии. Не были выброшены на улицу. В общественном совете при губернаторе считают, что пенсионная реформа созрела, но не в том виде, в котором ее предложили. Принять ее можно, но нужны дополнительные меры социальной поддержки. Открытым остается вопрос с трудоустройством молодежи. Могу сказать, что после 45 лет вообще сейчас в России человеку найти работу с достойной зарплатой практически невозможно. О чем можно говорить там в 60, в 55 лет. Это просто нереально по большому счету. И в данном случае, если люди будут оставаться в пенсионном возрасте работать, соответственно, как бы молодежи будет закрыт доступ на какие-то определенные рабочие места. Если все предложения, которые сейчас собирает общественность, будут приняты Госдумой и правительством, пенсионная реформа, со слов активистов, пройдет во благо. Светлана Миронова, Евгения Волкова, Виталий Сергеев, губерния 33.